Друзья, приветствую вас всех и каждого! Читая названия американских штатов, легко предположить, кто, а главное, примерно когда, начал их колонизировать. Например, штат Вирджиния. Его назвали в честь Елизаветы I английской, королевы-девственницы. И действительно, первые попытки колонизации этой территории начались еще при ней, но они были не очень удачными. Давайте расширим кругозор, узнаем побольше об этом субъекте американского государства и посмотрим на квотер, ему посвященный. В 1606 в Британии для основания колоний в Америке была организована Виргинская компания. Она состояла из двух акционерных обществ, лондонского и плиматского. Ребята работали широко. Лондонцы получили земли для заселения между 34-й и 41-й параллелью, а плиматцы между 38-й и 44-й. При этом обе компании не должны были основывать поселения в зоне пересечения территорий, чтобы избежать конфликтов. И уже на следующий год, в 1607, лондонцы основали на реке Джеймс-Ривер свое поселение Джеймстаун, а плимутцы, чтобы не отстать, свое на реке Кейнбек. В 1609-м плимутская компания разорилась, и все земли вместе с королевской хартией достались лондонцам. В том же году они направили в Новый Свет уже третий по счету флот, состоящий из девяти кораблей, во главе с Джорджем Сомерсетом. Но во время бури Лагманский Севенчер разбился на Бермудских островах. Колонисты тут же назвали их островами Сомерсета и включили в состав Вирджинии. Впрочем, через некоторое время, как улица, острова отделились и объявили себя отдельной колонией. Однако из-за кораблекрушения в Джеймстаун попали колонисты, но не припасы, из-за чего начался голод, от которого европейцев спасли индейцы, поделившиеся с ними не только продуктами, но и рецептом приготовления индейки. Впрочем, это не помешало европейцам в 1610 начать войну с племенем Пахатенов, которая закончилась в 1614, когда дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за колониста Джона Роппа. Вместе с миром колонисты получили экономический базис. Они начали выращивать табак, который поставляли в Британию. Однако мир закончился через четыре года, когда в 1618 начался новый конфликт с индейцами. После этого в 1622 индейцы ожидаемо устроили колонистам резню. Одним из последствий этих событий стало разорение лондонской Виргинской кампании в 1624, после чего Вирджиния стала королевской коронной колонией и начала разрастаться на северо-запад. Наконец, в 1634 поперек Виргинского полуострова был построен палисад длиной 6 миль для защиты от набегов индейцев. Тем не менее, в 1644 вождь Обчинаканов предпринял еще одну попытку изгнать англичан. Всего индейцы убили около 500 человек, но учитывая размеры колонии, это было уже несущественно. Через год вождя пленили, и конфедерация индейских племен распалась. А в 1646 индейцы признали верховенство британского короля, и произошло разграничение земель между ними и колонистами. В событии английской революции колония пережила спокойно, но после реставрации королевский губернатор Уильям Бертли захватил и удерживал власть в течение 14 лет, отказываясь проводить какие-либо выборы. Однако в 1676 случилось обострение конфликта с индейцами, и губернатор отказался защищать колонистов, после чего они организовали собственную милицию во главе с Натаниэлем Беконом. Разобравшись с индейцами, милиция восстала против губернатора, а заодно дотла сожгла Джеймс Таун. Из метрополии выслали войска, но вождь восставших Натаниэль Бекон их не дождался. Он умер от дизентерии, но прибывшая комиссия выяснила причины дела, и губернатор Беркли был отправлен обратно в Англию, а заодно столицу из Джеймс Тауна в 1699 перенесли в город Виленберг. В 1775 из-за недовольства гербовым сбором и распуском губернатором местной ассамблеи Вирджиния восстала. 15 мая 1776 объявила себя независимым государством, 9 июня приняла конституцию, 12 биля правах, а 4 июля 1776 года ее представители, самым известным из которых является Томас Джефферсон, подписали декларацию независимости США от ее имени. Айверс монеты. На лицевой стороне бюст первого президента Джорджа Вашингтона. Указаны номинал монеты и страна-эмитент, а также буквенное обозначение монетного двора-эмитента P, D или S. Монета была от Чеканина 16 октября 2000 года. Над Айверсом работали Джон Фленеган и Уильям Кузенс. Важной вехой в истории штата была гражданская война. Вирджиния занимала одно из центральных мест конфедерации. В Ричмонде была столица. Находился Белый дом конфедерации и жил президент Джефферсон Дэвис. Это, кстати, он. А основные боевые действия на восточном побережье во время гражданской войны свелись к наступлению северян на Ричмонт. Поэтому множество сражений произошло именно на территории Вирджинии. Это и первое сражение при Булране, и осад Питерсберга, и сражение при Фидерексберге. Наконец, именно в Вирджинии 9 апреля 1865 года генерал Южан Роберт Ли подписал акт о капитуляции. А по ходу гражданской войны штат потерял их территорий. В 1863-м от него отделилась западная часть. Теперь это штат Западная Вирджиния. В состав США Вирджиния вернулась в 1870 году. Ну а теперь давайте посмотрим, где находится этот штат. Полное название штата Содружества Вирджинии. Он находится на юго-восточном побережье США. На юге граничит со штатами Северная Каролина и Теннесси. На северо-востоке с Мэрилендом и столичным округом Колумбия. На северо-западе со штатом Западная Вирджиния. А на западе с Кентукки. Общая площадь штата 110 785 квадратных километров. Это 35-е место в США. Восточная часть Вирджинии заболочена. Западная это предгорье Апалачий. Значительные реки Потамак, Рапаханак, Ранак, Шенанда. Почти 60% территории занимают леса. А климат переходный. От умеренного к субтропическому. С жарким летом и теплой зимой основные полезные ископаемые это уголь, камень, песок. Добываемый на западе штата в предгорьях Апалачий. А также небольшие запасы нефти и газа. Главные сельскохозяйственные культуры. Кукуруза, соя, табак, яблоки. Промышленность химическая, нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая, табачная. Кроме того, в штате расположено несколько крупных военных и военно-морских баз. Главный город штата Ричмонд. Самый большой Вирджиния-Бич. Население на 2018 год составляло 8 миллионов 517 тысяч человек. То есть примерно 80 человек на один квадратный километр. Как и у других штатов, у Вирджинии есть девиз. Такова участь тиранов и прозвище. Старый доминион и мать президентов. Восемь руководителей США были родом из этого штата. А на реверс монеты попали корабли, привезшие первых переселенцев до основания колонии Джеймстаун. Название этих кораблей Сьюзен Констант, Год Спид и Дискавери. На реверсе монеты указано название колонии Джеймстаун, годы юбилея 1607-2007, а также год вступления в Союз и год эмиссии. Характеристика монеты. А это современные реплики этих кораблей из музейного комплекса Джеймстаун.